возвращаемся в рейд корона скорби мы уже прошли первый этап но их в общей сложности 3 не считая прыжков по поршням первый видос можешь посмотреть по ссылке в описании ну или вот она ну а теперь мы оказываемся в огромном зале в котором и пройдут два следующих испытания устраивайся поудобнее страж и слушай внимательно запоминай ну а я джонни лейни постараюсь максимально доступно и понятно объяснить механику этой стадии так первый совет если вы будете смотреть это видео до того как окажетесь в этом зале то все впустую вы должны понимать о чем идет речь о какой территории и о каких мобах поэтому в идеале сначала залетайте на рейд попадаете на эту локацию пробуете наблюдаете и потом смотрите этот гайд чтобы уже привести в порядок всю свою тактику и еще один дисклеймер тактика о которой я говорю не единственно правильно кто-то может вносить изменения но наша команда закрыла этот этап по такой тактике со второго или третьего раза так что тут просто предлагаю пройти по пути наименьшего сопротивления но и учитывайте что это гайд первой недели через месяц наверняка будут какие-то изменения в лучшую сторону все начинаем рекомендуемый уровень силы на этап 716 с плюсом по традиции оружие на этап эпидемия и кел дробовик гранатомет это максимально комфортная по дамагу и боезапасу оружие на босса вы тратите хоть патроны 2 хоть 3 слота и добиваетесь хорошего дамага опять таки я не запрещаю другие пушки брать если есть варианты получше пожалуйста только если все же берете греник обращайте внимание на его ролл я надеюсь вы помните какие перки на нем нужны команда и сап классы ну вы же идете с той же командой с которой были на первом этапе верно тогда все то же самое варлоки с расколом ваши лучшие друзья охотники со стрелами хорошие друзья титанов ну их не обижайте они тоже нужны но титана хватит одного чтобы колено давал на босса так вот он зал визуально он разделен на три части ваша команда делится по парам двое налево двое на центр и двое направо когда вы начнете энкаунтер зал разделиться буквально вырастут три силовые стены что делает каждая пара игроков все зависит от того что появится в ее комнате после начала этапа варианта 3 как несложно догадаться либо в центре появится зеленая лужа с бафом либо у вас останется бегать жирный босс либо у вас просто будут появляться мобы и вам их нужно будет чистить третий вариант с мобами самый чиловый просто живите и вовремя убивайте всех противников на ведьм и огра не жалейте ульту и хэви их нужно убивать как можно быстрее если босс остался у вас то запрыгивайте на самую высокую точку в вашем зале и чистите остальных мобов ультите тратте хэви не экономьте главное выжить гахалран бьет очень больно но если вы не будете тупить и будете запрыгивать на высоту он не дотянется до вас если у вас появилась лужа с бафом один игрок берет баф он может чистить комнату от мелких тралей и ему же нужно будет убить огра остальные мобы околиты и ведьмы будут не восприимчивы к его урону их должен будет убивать другой игрок все делайте максимально оперативно повторяю после того как вы убили огра и убедились что все чисто подбегайте камню с правой стороны вашей комнаты то есть баф всегда будет двигаться по часовой стрелке отдавать баф всегда нужно вдвоем да да камню со стороны комнаты в которой был баф подбегают оба игрока со стороны которая принимает баф подбегает только один игрок делается это вот почему после того как баф будет передан стена между вашими залами будет разрушена но активность продолжится по тому же сценарию то есть снова и ведьму убивать и тралей чистить с бафом и огра сливать вовремя но от того что теперь две комнаты слились в одну вам желательно иметь двух игроков с бафами потому вот так и работает и так передали баф теперь он есть у игрока с одной стороны на которой и так был баф и с другой на которой не было чистите комнаты убивайте мобов и потом остается обмен с третьей комнатой тут очень важный момент камню для передачи бафа должны подбежать пять игроков один со стороны принимающий комнаты и четыре со стороны отдающий второй человек из оставшиеся комнаты не заходит в круг камню и не стреляет по нему после этого начинается фаза дамага по боссу но тоже все не так просто он в щите щит снимается ударом рукопашки двумя игроками один игрок с бафом и один без бафа важно помнить то что если игрок с бафом бьет гахалрана баф слетает а потому если вы начнете хаотично бить по боссу всей командой рискуете сильно сократить время на фазе дамага и не убить босса вовремя кстати у него есть энрейдж надо справиться с ним за три фазы поэтому когда вы будете готовы дамажить босса громко говорите кто бьет с бафом 1 кто бьет без бафа 1 потом кто бьет вторым и третьим это очень важно у нас случалось лажа из-за сумбура поэтому я обращаю пристальное внимание на это когда сняли щит варлоки ставят раскол и все вливают в босса все что можно если на вас есть баф босса дамажить вы не сможете сняли щит 1 пара игроков подамажили сняли щит 2 пара игроков подамажили сняли 3 подамажили и разбежались снова по своим комнатам повторять все то же самое как я уже сказал должны управиться за три захода опять-таки нужно знать о чем говорится в видео поэтому сначала попадите на локацию посмотрите потом включаете ролик так будет проще понять уверен что у вас все получится надеюсь это видео было для вас полезным если так поставьте лайк под ним спасибо за просмотр с вами был канал трипл вайп счастливо а а а и Продолжение следует...